Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface! Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface! Добро пожаловать в Warface! Это значит, что игра у вас запустится и лучше дальше меню никуда вообще никогда не ходить. А вот что касается рекомендованных системных требований, опять же, тут 4 гига указаны и так далее и тому подобное. Надо понимать, друзья, что эти минимальные требования, они формировались, они были установлены в 2013-14 году, а тем временем, сейчас на дворе 2020-й. Мало того, что операционные системы уже поменялись, уже совершенно другие в ходу и, соответственно, они более прожорливые. Так и сам Warface 2013 и Warface 2020 года это совершенно разные игры, совершенно разная графика, совершенно другой интерфейс, совершенно даже новые настройки в графике появились. Переделаны карты, переделаны модели оружия, то есть это совершенно другая игра, конечно же, фактически совершенно другими системными требованиями. И поэтому для современного Warface, друзья, минимум 8 гигабайт для более-менее комфортной игры. И видеокарту, я думаю, хотя бы какую-нибудь 960-ю, 970-ю, чтобы на каких-то средних настройках вы плюс-минус могли с хорошим FPS наслаждаться этой игрой. Вот это действительно уже более-менее актуальные системные требования, рекомендованные подсчёты. Выходит, многим игрокам апгрейд требуется. Вот, переходим к самому главному. Вы понимаете, что у вас проблемы, у вас игра постоянно фризит, у вас что-то ещё происходит, что-то непонятное, игра постоянно зависает и так далее и тому подобное, синие экраны появляются, может быть. Соответственно, вы понимаете, что вам пора бы, друзья, провести апгрейд. Для начала надо выяснить, что же у вас в вашей системе хромает, что же отстаёт, что же для этой игры уже слабовато. Конечно, самым хорошим вариантом будет найти игрока, который одновременно является специалистом именно в компьютерах, комплектующих. Но можно ограничиться, в принципе, и таким народным простым способом, а именно протестировать самому. Способ не даёт стопроцентного результата, но приблизительное положение дел показывает. Вам надо запустить Warface в окне, именно в окне, а не на полный экран. Вызвать диспетчер задач, зайти в раздел быстродействия, перейти в игру, зайти на полигон, хотя бы на полигон и, соответственно, побегать, пострелять, повзрывать. Наблюдая при этом за показателями быстродействия. Здесь мы можем наблюдать, что у нас в наибольшей степени будет задействовано, что будет загружено. Если, скажем, у вас процессор центральный или видеокарта практически полностью загружаются, то это показатель того, что, скорее всего, им уже немножко мощности для вашей игры не хватает. Также при помощи программ видеозаписи, скажем, Nvidia ShadowPlay, Bandicam и так далее, можно посмотреть, какой у вас FPS в игре. Кстати, подобная функция есть и в игровом центре Mail.ru. Если вы видите, что в игре ваша видеокарта, ваша система, выдаёт мало FPS, скажем, 30, 40, 50, даже 60 нет, то пора бы, как минимум, сменить видеокарту. Видеокарта это, пожалуй, самая главная комплектующая, именно она в наибольшей степени ответственна за качество графики и быстродействие в играх. На втором месте, друзья, идёт процессор. Он тоже очень важен и здесь многие люди ведутся на маркетинг и, соответственно, тратят огромные суммы денег в никуда. Чаще всего люди ошибаются с количеством ядер. Люди во многом себя ограничивают, копят большие суммы и покупают какие-нибудь процессоры на 8, 10, а то и больше ядер. В надежде, что такого-то запаса им хватит на многие годы играть в любые игры на максималках. И это, друзья, глубокое заблуждение. Такие процессоры, как правило, в первую очередь предназначены и применяются прежде всего для специалистов, например, для ютуберов, в которых сложные видео они много рендерят, для специалистов в 3D графике и так далее. Для сетевых же шутеров, запомните, раз и навсегда, много ядер не надо. Большинство сетевых шутеров, современных популярных, в том числе и Warface, используют от 2 до 4 максимум ядер. И не больше. Для Warface на самом деле хватит даже 2 ядра. 4 будет вообще хорошо. И больше никакого смысла нет. От того, что вы купите 10-ядерный процессор, вы ничего не выиграете, а только проиграете. У многоядерных процессоров отсутствует самое главное. Высокая частота каждого ядра. А для Warface важно именно это. Именно частота ядра. Если у вас будет всего 2 ядра в процессоре, но каким-то чудом они будут выдавать каждое по 5, скажем, гигагерц, то у вас будет намного выше FPS и игра будет идти намного лучше, чем у человека, у которого 10 ядер в процессоре, но все они по 3 гигагерца. Так что вот так вот, друзья. Это надо обязательно учитывать. Это поможет вам, с одной стороны, добиться отличной игры, а с другой стороны, вы сэкономите, причем очень прилично, свои деньги. Про оперативную память, я думаю, понятно. 8 минимум. Самое комфортное для современных игр сетевых это 16. Это такой, знаете, современный золотой стандарт. Если у вас современный компьютер, современная операционная система, там последняя, и соответственно у вас какой-то сетевой шутер, то вот желательно всегда иметь 16. Это будет здорово. Ну, в принципе, 8 тоже хватит. Ты там что-то хотел залечить про оптимизацию, Ракуха. Да, правильно говоришь, дружище, правильно. Итак, оптимизация и обслуживание компьютера. Первое, что вам надо знать. Помимо того, что вы можете свой компьютер апгрейдить, и почти наверняка, в любом случае, все будут со временем свои компьютеры улучшать, а может быть полностью новые покупать, надо еще его правильно для игр настроить, а также проводить профилактику. Самое элементарное, но кстати, очень часто дающее приличный прирост к производительности, настройка. Находим у себя панель задач, можно просто в поисковой строке набрать панель задач. Заходим, соответственно, в раздел «Система», там выбираем другие параметры системы, быстродействие, и, что самое главное здесь, убираем большинство ненужных галочек. Сразу скажу, что самое важное здесь, по сути, для большинства, это сглаживание неровностей экранных шрифтов. Все, все остальное, в принципе, можно убирать. Вроде бы такая мелочь, а на самом деле, ваша операционная система начинает работать намного шустрее, жрет намного меньше ресурсов, и при этом, соответственно, больше ресурсов, больше мощности уходит на вашу игру. Ну и, конечно же, друзья, пару слов об обслуживании компьютера. Во-первых, поделите год на условных два сезона, теплый и холодный, и, соответственно, два раза в год проводите полную чистку компьютера, а также меняйте термопасту. Один раз весной это сделали, и один раз осенью, на всю зиму. Это очень важно, потому как компьютер, забитый пылью, а также табачными смолами или осадками от вейпа, хорошо работать не будет. Более того, со временем ваши комплектующие внутри могут просто-напросто от этого выйти из строя. Ну а что касается замены термопасты на процессоре, это вообще дело не только желательное, а вообще обязательное. Если не менять термопасту, а я думаю, для многих это оказалось сюрпризом, есть такие люди, мне не раз встречались, у них компьютеры уже лет 5, они никогда не меняли термопасту. И при этом удивляются, а почему это мой компьютер постоянно выключается? Все очень просто. Температура процессора становится такая, что система экстренно просто сама себя выключает. Поэтому, друзья, 2 раза в год в обязательном порядке полностью все прочищаем и смазываем. А за пинг что скажешь, Ракуха? О, хорошо ты напомнил, а то Кэп я чуть не забыл. Итак, друзья, интернет и пинг. Очень много насчет этого идет холиваров, какой пинг решает. Кто-то говорит, что трудно играть против низкого пинга, кто-то говорит, что против большого пинга. Я скажу так, по моему мнению, некомфортно играть с действительно очень высоким пингом. Поэтому, если вы откуда-нибудь из глубинки Сибири или с Дальнего Востока, то вам лучше выбрать сервер поближе и не играть на московском. Но если вы где-то живете в центре или на юге России, то в принципе пинг 30, 40, 50. Ребят, серьезно, это не особо-то. И пинг вообще. А вот что действительно имеет колоссальное значение, колоссальное именно в сетевой части, это, как ни странно, опять же оборудование. Это касается вашего компьютера, вашей сетевой карты, это касается роутера, который у вас находится, это касается качества кабелей, которые ведут от компьютера к роутеру, и это касается качества оборудования у вашего провайдера и качества связи, которые он может обеспечить. Когда я только подключил к услуге связи своего провайдера, они мне принесли роутер вот примерно такого размера. Там такая маленькая коробочка была, практически невесомая. Вы знаете, я так посмотрел на этот роутер и подумал, а это вообще работать может? Но мастер меня заверил, что всё будет работать отлично. Проблемы начались уже в этот же день. Wi-Fi этот роутер раздавал, наверное, нормально на дистанции метров 10-15. Скорость на моём основном компьютере постоянно падала. Я позвонил провайдеру и сказал, что у меня вот такая ситуация. Они всё внимательно протестировали и сказали, никаких проблем, всё отлично, всё работает исправно. Я зашёл на сайт, открыл список поддерживаемого оборудования, заказал себе дорогой роутер, ну понятно уже в магазине интернет. Мне его привезли, я его поставил сам, сам настроил и с тех пор всё у меня работает сразу нормально. Это надо учитывать. То, что обычно поставляет большинство провайдеров, это вообще не оборудование. То есть, возможно, друзья, вы много лет мучаетесь в Warface, но на самом деле причина не потому, что у вас Pink 30, а потому, что у вас просто очень плохой роутер. Вот и всё. Элементарно может быть вот такая мелочь, и она очень сильно скажется на всей вашей игре и вообще на всей вашей интернет-жизни. Также неплохо будет проверить свой Pink и потерю пакетов. Это элементарная проверка, она не точная, не глубокая, но тем не менее она уже может показать, выявить те или иные проблемы. Наберём в поиске CMD, это вызов командной строки, включаем её, набираем pink s1 или 0 или 2 .warface.ru. Смотрим на результаты. В моём случае, Pink у меня невысокий, 5-6 миллисекунд, потери пакетов нет. То есть, в целом и в общем, всё нормально. И я очень надеюсь, что такая же ситуация и у вас. Он говорит, чё, Кэп, не беспокойся, быстренько сделаем видосик на 5 минут. Да, есть такое Кэп. Ну, краткость сестра таланта, это немного не про меня. В любом случае, друзья, я надеюсь, что данное видео хоть чем-то смогло вам помочь. Что само по себе уже будет достаточно удивительно. В любом случае, если это вам так или иначе понравилось, ну вдруг, то ставьте лайки, пожелания, как хотите. Яйки чешите, это обязательно. И то почесал, у тебя топ комп, интернет, 0 миллисекунд, пинг, и ты просто тащишь. Вот увидишь. Да, вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Мы увидимся с вами.